МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель у студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Информатизация поликлиник станет одним из приоритетных на прамках развития медицинского обслугования в 2017 году. У Гомельской области означается росту, зровенью доверия насильництва милиции. Галаконцертом сегодня завершился областный конкурс фольклорных коллективов «Шануйте спадшину свою». Сегодня у Гомеля проходят финал четырех Кубка Беларуси по мини-футболе. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Информатизация поликлиник станет одним из приоритетных на прамках развития медицинского обслугования в Гомеле. На протяге этой работы в 2017 году будет накеровано 280 тысяч белорусских рублев. Проект по выдаче электронных рецептов укоронили пять поликлиник города. По мере осношения необходимой техникой, даденый опыт будет распоусюживаться и на иншие установы оховы здоровья областного центра. В уголе 2016 год сфера оховы здоровья завершилась с остановчими выниками. На передаче неголовные тенденции разглядели на посаджение Гомельского гарвы Канкама. Размова ишла об ходе выполнения державной программы «Здоровье народа и демографичная безопасность Республики Беларусь». Как означает уголовный урож Центральной городской поликлиники Вячеслав Яшенко, многие покажки по выникам года перевозвошли прогнозные. Света у приватности повеличения протяглости життя, якая стала омаль 74 годы, и снижение коэффициента смертности новонародженных. Дарочи опошний покажек – лепший в группе областных центров Украины. Населенство Гомеля в 2016-м приросло больше на одну тысячу человек. Становочная динамика закономерная. Великая увага надавалась консультованию тяжарных женщин, скоротилась околькость абортов. Перед врачами поставлена задача индивидуального подхода до кожного пациента. Это то, чего мы добиваемся от каждого нашего врача. Чтобы врач, как хозяин своего участка, знал все о своих пациентах и смог их убедить вовремя начать лечение, пройти его и сохранить свое здоровье. Дарайше питание якости оказания медицинской допомоги поликлиниками Гомеля для проблемы и недохопы у их работе станут темой черговой горячей линии областного комитета державного контроля. У понеделок 23-го студене звонки будет принимать начальник управления контролем бюджетно-финансовой сферы и державных органов Андрей Прыкота. Свернуться на горячую линию гомельчане смогут с 11 до 12.30. Номер телефона 23-83-85. С початку Нового года у податкового законодавства в Беларуси был унесеный шерох измен. Яны тычатся выставления рахунков фактур по податку на добавленную вартость, установки на кассовые аппараты сродков контроля податковых органов, корректировки сумм не которых платежов, деяностей ромесников и индивидуальных предпринимательников. Но самым актуальным по раннейшему состоится декрет номер 3 об попередживании социального утроманства. В этот месяц в документе появились новые родки. Например, мать, которая выховывает дитя во взрослении от 3 до 7 лет, может быть вызвалина от сбора, колесы, сидашка, не наведывая дошкольную установку. Это и многие другие вопросы с нашим корреспондентом обмерковал начальник инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дзявойна. Глядите актуальное интервью завтра у новинах «Тыдня» на телеканале «Беларусь4Гомель». Протягиваем выпуск. Выники деяностей за 2016 год подвяли во управление внутренних справ Гомельской обл. Выконкама. Лето сё регионе зарегистровано мальча 13 с половой тысяч правопорушеннёв. При этом уровень злочинности у темлику подлетковой и рецидивной знизился. Дякуючи проведенной профилактичной работе, полепшилась и дорожная обстановка. Сколькость ДТЗ скоротилась прикладно на 15%. А маль настольких снизился покаженных гибель в авариях. Хочу сказать, что в целом оперативная обстановка по Гомельской области под контролем. Сегодня мы имеем положительные результаты в раскрытии общей преступности и по линии уголовного розыска. Раскрыты все убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. Имеем высокий уровень раскрытия краж и других видов преступлений. За сухими лицами статистики, что дзённая праца милиции и лепшая оценка их деянности стало меркование Жихаров Гомельшины. Так, по выниках мониторинга у громадской думки, узровень доверу насильництва до супрацовников милиции. Летость так само узрос и зараз, когда и 63,3%. По выниках минулого года лепшие сопрацовники отримали грамоты и новые звания. Темчасом, министр природных ресурсов и оховы новокольного сяродя Андрей Каухута принял удел у поширенном посаджении коллегии Гомельского областного галинового комитета. На порядку дня два основные питания. Выники работы регионального подразделения за 2016 и задачи на 2017 год. Так, на территории Гомельской области объемы выкида у атмосферу шкодных речев за минулый год засталися на раннейшем узровне. Я на крыху пересагнули личбу у 100 тысяч тонн. Самый великий объем на рахунку Мазырского и Жлобинского районов, что обумовлено наявностью там буйных вытворших предприемствов. У целом у основных промысловых центрах забеспечена стабильная экологичная обстановка. При этом летость узросла колькость администрационных протоколов, складенных на порушальников природооховного законодавства. Усяго 282 факты. Юридичным и физичным особам продъявлено 235 претензий на сумму больше, как полтора миллиона рублей. Гомельский регион, Гомельская область, она очень промышленно развитая. Много месторождений полезных ископаемых, много предприятий. Поэтому одна из задач важных – это контроль за выбросами, контроль за охраной окружающей среды. Контроль, в общем-то, осуществляется в должной мере, но есть, конечно, эта работа ведется постоянно. Поэтому, конечно же, необходимо работать и с предприятиями. Это и люди, общественность. Вот этими совместными усилиями, я думаю, необходимо делать все возможное, чтобы не было каких-то эксцессов, чтобы не было выбросов. Что до штрафов и подписаний, то лидером у этой категории по выниках проверок заявляется Гомельский шклозавод. На момент початку масштабных контрольных мероприемств высветилось, что на объекте у Вохоли не было службы природоохова и контроля за шкодными выкидами. Зараз я настворено, годится процесс ликвидации недохопов. У Вохоли, якость экологичных доследований у Комитета природных ресурсов все летооценено становится лучше, а ли по особенных на прамках деятельности потребуется обновление, обсталявание и инструменты управления экспертиз. Будем участвовать во всех мероприятиях, посвященных Году науки. В ближайшее время будет организована и конференция Минприроды, организация с приглашением других заинтересованных, чтобы отметить этот Год науки. Ну и, безусловно, это не только мероприятия, но это и реальные действия. Это создание новых методик, новых технологий, новых подходов к охране окружающей среды. В середине школе номер 12 открылся первый у Гомеля-класс по электробиаспеции. Инициатором ягостворения выступил филиал «Энергонагляд» республиканского унитарного предприятия «Гомеля-Энерго». Основная мета работы кабинета – профилактичная. Новая аудитория обсталявана наглядными допоможниками, стендами и приборами, у распроцовца яких удельничали супрацовники «Энергонагляду». Тут у шестый школьный день будут проходить факультативные занятки по профилактице травматизму не только с детьми, а и их батьками. А кроме того, в школе плануется организовать волонтерский отрату, дельники которого после будут делиться корыстным опытом с одногодками из других научных установ Гомеля. Передоли сябей, будь ровным сярод ровных, так гучить девиц Гомельского областного громадского обяднания инвалиды-спинальники. Але не все залежит от одного только жаданья. В нашем регионе живем аль три с половой тысячи инвалидов-колясочников. И у кожного свои проблемы. Складанности, с якими наибольшастность, а сутыкаются такие люди, обмерковывались под часу встречи членов громадского обяднания с представниками улады. Подробязности в наступном сюжете. Олене Гербоносенко усяго 25. Инвалидность девчонки отримала каля трех годов тому. Травма позвоночнику спочатку привела Олену до протяглой депрессии. Потом она стала привыкать, знайомиться с людьми, які мают аналогичные проблемы. И знову начала жить. Зараз заканчивая навучение на экономичном факультете Гомельского дежурного университета и Мяскарины. Кажет, что самая главная проблема – перемещение по городу в громадском транспорте. Зараз она выращенная. Девчонка села за рулем автомобиля. Это позволяет отшивать себя больше пыльнина. Але и тут не зауседы можно обыстись без допомоги необыяковых людей. Когда вот был снег, машину приходилось очищать от снега. Ну, иногда кто-то там подходит, может вам помочь, там, расчистить ее. Иногда, да, помогают. А иногда просто пройдут мимо, там, либо когда вот залазишь в машину, коляску складываешь, ну, и самостоятельно складываю, то тоже смотрят так издалека. На встрече не разу гучить меркование, что для удалой интеграции инвалидов-колясочников у громадства им необходимо переодолить в первую чергу психологические перешкоды. Для этого потребна внутренняя сила, альбо допомога близких. Але не меньше важно справиться с іншими барьерами, які уснують за порогом у ласной кватеры. Выйсти на улицу, трапить у магазин альбо поликлинику, корыстаться громадским транспортом. Не глядяши на то, что опошние годы держава шмат робить для организации безбарьерного осеродзе, казать об комфортном перемещении инвалидов-спинальников по городе, пакуль рано. Очень много уже сделано. Но вопрос в другом. О качестве объектов безбарьерной среды. Они, конечно, еще не всегда бывают выполнены в соответствии со всеми требованиями. И тут не какой-то, может быть, злой умысел или какая-то иногда экономия каких-то средств. Просто непонимание или незнание проблем этих людей. Иногда просто еще нежелание, иногда, может быть, просто посоветоваться с теми, для кого это делается. То есть без нас для нас что-то делает. И тут здоровый человек не всегда может предусмотреть все требования. Зарабить жизнь таких людей больше комфортным и радостным может каждый из нас. Например, допомогать заехать в автобус, пересечь склизкий пешеходный переход, не займать парковочное место, призначенное для автотранспорта инвалидов. Когда мы отворачиваемся от проблемы, то это не значит, что и она возникает. Мы можем допомогать вырешить ее. Разом Марина Северьянова, Валерия Гопанько, телерадо и компания «Гомель». До новинов культурного жития региона сегодня у «Гомеля» отбылся голоконцерт пераможца областного конкурса фольклорных коллективов «Шануйте спадшину свою». В офередних турах удел приняли больше, чем 50 коллективов. До финала дошли только шесть. С «Гомеля», так само Калинковицкого, Рейшицкого, Лельшицкого и Октябрьского районов. Сяроду дельника у наученцев установлены додатковой и огульной середней адукации. На сцене областного палаца творчества детей и молодежи они представили обрадовые песни и народные каски. Головная мета фестиваля – захование и популяризация народных традиций, развитие детской творчества и поддержка треновитой молодежи. Фестиваль уже существует на протяжении 10 лет. Проходит он один раз в два года. Сегодня цель нашего мероприятия, фестиваля – показать опыт лучших коллективов фольклорных, для того, чтобы и педагоги обменялись своим мнением, опытом, а дети посмотрели друг на друга и еще раз убедили, что этим занимаются все и практически каждый регион. Увага спортивных аматоров ГТ «Дніпрыкавана» до Гомельского спорткомплекса «Локомотив». На паркетах этой арены вызначится уладальник Кубка Беларуси по мини-футболе. Сегодня у Гомеля стартовал финал четырех. Формат, который включает у себя две по финальной гульни, и финал проводится в областном центре у Першиню. Сегодня встретятся команды «Дорожник» и «Борисов-900», «Виттен» и «Элит-Сильмаш». Фираможцы этих матчей сгуляют помеж собой в финале «Заутро», в начале 20-го дня. Перед финальным матчем отбудется фестиваль мини-футбола с отделом детских команд, встреча команд ветеранов мини-футбола Минска и Гомеля. Так само в программе выступления аниматоров, творческих коллективов культурно-спортивного комплекса Гомельского отделения «Чигунки», студии «Чарлидингу» и «Дыгостар». Мы попали в четверку, это уже неплохо для команды «Борисов-900». Я скажу, что, наверное, все четыре команды, которые приехали сюда, они все хотят выиграть кубок. Это один из лучших у нас спортивных комплексов, где мы играем в мини-футбол в Беларуси. Условия довольно-таки хорошие для команд. Площадка тоже довольно-таки удобная для игроков. Так что все есть для хорошего футбола. В Гомеле прошла урочистая церемония закрытия республиканской спартакеяды дитячо-юнацких спортивных школ по легкой атлетыце. Удельники, юнаки и девчаты 2000-2001 годов народжения. Успоборництвы приняла удел 21 команда, по три лепшие с кожной в области города Минска. Клядь 280 человек выбрали свои силы. Громожцей в агульнокомандном залику стала команда Брестской областной дитячо-юнацкой спортивной школы Олимпийского резерва. Другое место завоевал Гомельский областный центр Олимпийского резерва. Третья у Гродинской школы Олимпийского резерва номер два. А кроме того, Белорусская федерация легкой атлетики призначила специальные призы лепшим спортсменам. Хочу отметить, это прыжки шестого юноша и его девушек. У нас принесли хорошие очки нашей команде. Многоборец хорошо принес нам очки. Спринт. Хочу отметить Марину Шенкевичу. Она младшая. Как и Алина Лучшего на 400 метров. А Марина Шенкевич на 200 и 60 метров. Вот они младшие девушки. И также смогут уже бороться со взрослыми. Как бы на год себя старше ребятами. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomil.by. На этом выпуск завершенный. У студии працювал Александр Гамоля. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова